здравствуйте друзья у нас девушка 19 лет проживающая в казахстане обращается с вопросом и вопрос не такой ее интересуют вот как бы компьютеры мир компьютеров она хотела бы получить высшее образование по информационным технологиям и сложилась ее жизнь так что она сначала закончила там я не уверен какого это плана учебное заведение там может быть техникум я не знаю по какой-то специальности вот ну как бы родители сказали иди она вот и пошла а сейчас она поступила в институт потому что родители настаивали там по биологии она учится не знаю там какая точно с профессия но вот с биологией связано и а ее тянет как компьютер и она говорит что вот хотелось бы как-то вот бросить вот эту вот биологию какое-то время позаниматься математикой чтобы подтянуть знание видимо там экзамен посерьезнее по математике вступительный я так понимаю потому что в принципе по большому счету многие люди обходятся без математики в этом деле но но тем не менее и вот как убедить родителей чтобы они согласились значит тут давайте я скажу что может быть не знаю может быть то что это в казахстане то что это как бы такая более восточная скажем по сравнению с россией мир культуры где отношения к родителям более такие пиететные уважительные ты как бы не можешь с ними там в разногласиях как я не знаю но может быть из-за этого в принципе 19 лет это человек достаточно взрослый в общем-то взрослый поэтому ну надо все-таки родителей убедить меня меня в данном случае вот что смущает так вроде бы шла бы и учились но тут получается вот какая история меня единственный фрагмент который в этой этой истории который немножко удивил и как бы заставил сомневаться вообще в этом во всем состоит в том что девушка говорит я вот должна бросить вот то что я делаю и позаниматься математикой чтобы как-то подтянуть и и тут у меня как бы некоторые вопросы возникают потому что все-таки ты хочешь заниматься инженерным делом а математика у тебя в таком состоянии что ее подтягивать надо то есть не то чтобы допустим как сказать не то что у тебя всю жизнь там был интерес всю жизнь была какая-то тяга ты тратила там время на это какие-то у тебя успехи были ну ну что то такое то есть я вот вот что за что переживаю что как бы не получилось что начав заниматься вот конкретно там но такой специаль по такой специальности девушка не уперлась бы в массу неприятных вещей например действительно пришло придется изучать и математику и физику и найти из нас из вас кто учился по инженерной специальности уже неважно там где он учился и как и так далее они могут рассказать массу историй там и про математический анализ и про там скажем физику и я не знаю там есть отдельные разделы физики обычно в любом инженерном деле есть какие-то разделы физики которые доводят до слез вообще студентов там где-то это сопромат где-то это электродинамика вот я в институте связи учился у нас люди просто плакали с этой электродинамикой и что 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 тут скажешь это это сложно это не просто подтянуть математику до уровня который нужен чтобы поступить в институт там на на какую-то профессию это как раз не сложно что-то мучить но дальше начнется все и и это это все-таки инженерная профессия понимаете это значит что вы будете изучать такие дисциплины в большом количестве и преимущественно эти самые дисциплины и будете изучать где ну логика какая-то специфическая такая инженерное мышление определенного типа нужно и если у тебя не будет это сильно получаться то это приводит к стрессу к психологическим расстройством к низкой самооценке и бог знает чего то есть я не хочу сказать что не может измениться в 19 лет может измениться все если ты начинаешь заниматься серьезно чем-то то никаких проблем там нет я я не хочу сказать что это как-то сложно очень освоить я хочу сказать что у меня есть беспокойство основанное на том что если раньше в этой области у человека не было ну какого такого явного вектора то как мы видим что он возник как мы знаем что он уже возник и и что он дальше там не вызовет проблем его отсутствие или недостаточное развитие так далее вот я бы как бы девушки посоветовал подумать над этим вопрос как убедить родителей я же не знаю родителей я не знаю девушки но как родитель я конечно не могу за всех родителей но но так в целом как родитель но мы все хотим детям добра самого лучшего и чтобы у них все получалось чтобы они были счастливы значит видимо они видят что девушки не проявляет каких-то сильных наклонностей к чему-то или какого-то упорства в чем-то поэтому они говорят ну значит мы должны за нее решить они за вас решают только потому что они видят что нет решения а есть какие-то сомнения колебания какой-то детский сад тут детский сад там они говорят ну хорошо вот там доп допустим вот есть такая профессия потом есть опять есть разные родители есть родители которые совершенно мод балды вот и до финии вот я помню мои родители абсолютно не интересовались тем в какой институт поступил там мой брат или я ну ну то есть настолько им было без разницы но откуда ребенок хочет туда пусть и поступает что такое вот то есть они совершенно никакого интереса не проявляли хотя они считали что надо быть инженером то есть они считали что это кусок хлеба что это всегда там как бы даст тебе возможность как бы жить достойно и так далее то есть по их понятиям вот это было скажем достойным занять сейчас не знаю может быть сейчас там говорят что надо быть врачом или адвокатом времена меняются может быть там журналистом международником я не знаю там кому чего родители скажут но бывает ситуация особенно там где знаете высокий уровень схваченности на местности ну допустим небольшой город там все друг друга знают или там допустим я не знаю какая-то такая культура где там свои кунаки там родовые связи там племенные там еще что-то я не знаю конкретной ситуации но родители могут ей сказать идти в биологию просто потому что они представляют что будет дальше они они знают куда они и денут вот с этим и я часто вижу вот у нас девчонок из индии которые слышали они все с высшим образованием и они вот из таких семей где они делают то что родители говорят им родители что сказали они то делают они вот за этого замуж пойдешь они замуж за него идут но на самом деле там не совсем так там они должны посмотреть на человека там им устраивать встречу она смотрит они там беседует там какое-то время и там если не нравится значит она за него не пойдет и другого там приведут познакомиться но все-таки там родители очень-очень важную роль играют в в жизни девушки то есть где учиться чему учиться с кем знакомиться там с кем в кино пойти пойти так поэтому я вот с ними разговаривал когда они говорят что в общем-то и родители не идут против наклонности ребенка то есть если если что-то проявилось такое дата они они в общем-то поддерживают люди более-менее разумные понимают что нельзя ломать человек если ему что-то хочется пусть она так и будет я думаю что в случае вот девушки из казахстана мы скорее всего имеем имеем дело с тем что родители не не видят вот этого вектора в самой девушки а время идет примете и когда день девушки будет 22 например то пусть уже лучше у него будет хоть какое-то образование то есть может быть может быть во первых и может понравиться биология есть люди которым нравится то чем они занимаются я например никогда в жизни не думал что я буду там связистом каким-то меньше все на свете я думал эту тему и меньше всего на свете я знал что есть такая профессия зачем она нужна и так далее абсолютно был далек но уже раз так сложно сложилось что я учился в эти связи я потихоньку разбирался когда ты начинаешь разбираться тебе начинает нравиться у тебя начинает получаться то есть есть шанс что ей понравится заниматься биологии и и так далее поэтому родители может беспокоить то что ей вот ничего такого не нравится вот тут и не нравится там я не нравится тут бы она бросила там бы она бросила и то что она свое первое образование получила она его получила благодаря тому что родители настаивали она хотела бросить но родители настаивали Слушайте, так у нее хотя бы есть образование какое-то, уже есть. Если родители настоят, у нее будет уже образование, пусть по биологии, но у нее будет высшее образование. И очень многие двери в этой жизни открываются по факту того, что у тебя есть высшее образование. И уже не так, может быть, важно, в какой это было области. Зачастую. Ну, я не знаю, я-то работаю в тестировании, да, тут совершенно не важно, откуда ты пришел. И, кроме того, у нас, скажем, образование по биологии намного лучше, чтобы тестировать, чем, например, образование по, я не знаю, по русскому языку или даже по английскому. Такое чисто гуманитарное. Биология – это, естественно, научная область. Так что, как убедить родителей? Проявить интерес, проявить волю, потому что интереса мало. Для того, чтобы дело начать, может быть, достаточно интереса, хотя не всегда. Но для того, чтобы дело закончить, нужна воля. Нужен вот то, что называется, commitment. И если родители увидят, что у человека есть воля, есть сильный интерес, есть, как бы, commitment к этому делу, и если она пойдет в этом направлении, то она достигнет каких-то вот значительных результатов, я не думаю, что будут проблемы с родителями. То есть, все бывает, мы не можем утверждать, поскольку мы не знаем конкретных родителей или что-то, но если они увидели, что вот есть какой-то мощный такой вектор, он попер, и кто же против-то пойдет, ребят? Я думаю, что вот так. Ну, конечно, если как бы в семейном плане, в культурном плане девочка очень зависит от родителей, и они что говорят, она берет под козырек и говорит, есть, сэр, да, и там, и двигается. Ну, так и что же теперь? Это может быть тоже, может быть, ей не положено проявлять характер, я не знаю. Не знаю, сомневаюсь, я думаю, что это неплохо, и родители бы, может быть, даже и ценили, если бы увидели характер, волю, стремление. Так мне кажется. Так что мы девушке 19-летней пожелаем успехов и профессиональной самореализации, и с родителями хороших отношений, потому что, так уж скажу, больше всего родителей ценишь, когда их уже нет. Знаете, как бывает. Так что пока родители есть, и надо ценить, в общем-то, и понимать, что они на самом деле живут тем, чтобы у них детей все было в жизни хорошо. Я говорю об адекватных людях нормальных. Мне иногда тут такие истории присылают, что как там родители ненавидели своих детей, и гнобили их, и так далее, и говорят, что бывают же и такие родители. Ну, конечно, бывают, но я не знаю, я думаю, что это аномалия. Что ж такое? Растить ребенка там 20 лет и гнобить его? Я не знаю. Я считаю, что это аномально. Значит, мы исходим из того, что родители нормальные. Во всем случае никаких признаков аномальности не было из рассказа девушки. И судя по тем решениям, которые они ей предлагают, родители более чем адекватны. Более чем. Они хотят, чтобы у него было высшее образование. Они ее на одну нормальную профессию направили, они ее в биологию направили. Я считаю, что более чем нормально. Конечно, вопрос в том, насколько это соответствует ее внутренним каким-то порывам. Но вроде пока нет сильного порыва, понимаете? Или нет такого, который родители бы заметили. Я это так понимаю. Так что родителям тоже привет. И чтобы вот все было хорошо. Счастливо!